Да, слава Богу, братья и сестры, слава Богу, слава Иисусу Христу, нашему Спасителю Господу. Всех вас приветствую, благоставляю именем сладчайшего нашего, Искупителя нашего. Христос наше все, Сын Божий, Спаситель, Господь, Целитель, Освободитель. Моя жизнь во Христе, жизнь Иисуса во мне. Христос в нас, упование славы, ожидание еще большей и большей славы Божьей. Христос Иисус, Он в наших сердцах, и Он среди нас, каким-то удивительным, таинственным образом. Вот уже два тысячелетия Он окормляет Свою Церковь, да, Церковь Бога Живаго, столб и утверждение истины. И действительно, да, единая, святая, соборная и апостольская Церковь имеет великое поручение от Господа, Евангелие Христово несем всему истрадавшемуся человечеству. И вот молитва в этом году, в 2024 году, нашей Киевской архиепископии, реформаторской Православной Церкви Христа Спасителя, архиеписком которой ваш покойный слуга являюсь, тема главная всех наших молитв, молитвословий, живая Церковь Живого Бога, потому как наш Бог живой, и потому народ Его живой. Наш Бог живой, и Церковь Его живая. Как в той песне поется, старой, доброй еврейской песне, «Од Авину Хай, ам Израиль Хай, наш Отец живой, и потому народ наш, Израиль, жив». И Церковь Христова имеет основание самого Иисуса Христа, фундамент. «Там на Сионе положен камень, скала, и никто не может положить другого основания, кроме положенного, самим Богом положенного великого основания, непоколебимого основания, Иисус Христос, Ишуа, ам Мо-Шиах». И потому молюсь, особенно в этом году, эти месяцы, молюсь о том, чтобы восстановилась христоцентричность и богоцентричность в теле Христовом, в Церкви Христовой. Наипаче, конечно, я молюсь за все ветви многоветвистого древа Царства Божьего, но, конечно, в первую очередь, как православный священнослужитель, конечно, я молюсь о православных церквях, древних восточных ветвях, даже если многие из них весьма сухие, даже если многие из них уже как бы и отпадшие, засохшие, казалось бы, да, но Господь может и отпадших восстановить. Бог и мертвое оживляет, Он спящие пробуждает, и действительно Он совершает великое. Он хочет вообще, чтобы все люди спаслись и достигли познания истины. И в этом воля Бога ярко выражена, в этом сердце Бога нашего. И призываю всех вас тоже к молитве о том, чтобы действительно мы были живой Церковью, живого Бога. А жизнь наша Христос, наша жизнь сам Иисус, мы им живем, действительно, да. Церковь, собственно, это и есть Христос и Иисус сейчас здесь. И как только взгляд наш уходит от Христа и Иисуса в сторону куда-то, пиши пропало, беда. И вот всевозможные проблемы. И это на личном уровне, каждый верующий больше или меньше это переживает в своей жизни. И на уровне общин, церквей поместных, да, собраний каких-то, братств. А также на уровне конфессии, динаминации, если по-крупному брать. А если еще крупнее, то если вообще в мировом масштабе, то на уровне всего тела Христова. И выход у нас один. Взирать на начальника веры, совершителя веры, Иисуса Христа. Свой взгляд снова и снова обратить на Христа. И четко вот это осознавать, понимать самому, очень важно каждому из нас, каждому верующему. И православному, и католику, протестанту, всем-всем-всем. Как бы мы ни назывались, неконфессиональные верующие. Сейчас таковых тоже множество. Но как бы мы ни назывались, каким бы ветвям мы себя ни относили, древо оно одно, и корень у нас один, основание одно, сам Христос Иисус. И по большому счету, все это древо, это и есть тело Иисуса Христа. Это и есть Царство Бога, это Царство Небесное, это действительно Христос Иисус сейчас здесь. Да, слава Богу. И призываю к молитве, к этой, да, о том, чтобы действительно живой церкви мы были, живого Бога. Да, спасибо Господь тебе за все. Дух Святой оживотворяет церковь. Дух Святой ведет церковь. Недаром, очень часто мы называем днем рождения церкви, день Пятидесятницы. Хотя церковь родилась, конечно, раньше, на Голговском кресте, в крови Агнца Божьего, в крови Иисуса Христа. Но в день Пятидесятницы мы облеглись силой свыше. Церковь облеглась силой Духа Святаго. И поэтому, на самом деле, это сравнимо с рождением. Потому как без Бога, без Божьего Духа Святаго, церковь это лишь просто человеческие группы, организации, единомышленников организации. По общей вере собрание какое-то, допустим, да. Мы вот верим, исповедуем нашу веру, справляем свои религиозные нужды какие-то. Но в Духе Святом мы уже церковь. Уже церковь не по наружку, а по правдошному. Без Духа Святого это как по наружку. В Духе Святом, в Божьем Духе это по правдошному уже. Слава Богу. «Благоставляю всех вас, люди добрые, благоставляю, дети любви божественной, дети, пребывайте в нем, пребывайте во Христе всегда, всегда, всегда. Не дайте никакой суете, никаким обольщением мира сего увлечь от Христа, убрать в сторону взгляд, потому что пиши пропало. Ведь сам Иисус говорил, что как Моисей вознес змею в пустыне, так должно быть вознесено и Сыну Человеческому, дабы всякий верующий в Него не погиб, но имел жизнь вечную. Ибо так возлюбил Бог мир, отдал Сына Своего Единородного. Дабы всякий верующий в Него не погиб, но имел жизнь вечную. И оправдавшись верою, мы имеем жизнь вечную через Господа нашего Иисуса Христа. И ни в ком он у меня нет спасения, дамы и господа, братья, сестры, друзья, товарищи. Ибо нет другого имени под небом, данного нам, людям. Всему человечеству, дарованного свыше от Бога, которым надлежало бы нам спастись, которым мы спасены, которым мы спасаемся. Слава Искупителю всего рода человеческого. Сия вера христианская, сия вера апостольская, сия вера вселенную утверди. Слава Богу, святому братья, сестры. И в молитве о церкви, в молитве о теле Христа в целом и о православии в частности, благоставляю священническим благословением, благоставляю теми словами, которые сам Бог Всевышний дал Моисею, чтобы тот передал Аарону и его сыновьям, чтобы этими словами благоставляли сынов Израиля. И Бог говорит, и я благоставлю их. Это в четвертой книге Моисеевой, в числах, в конце шестой главы. Эти три стиха, три речения, которые изменили мир, которые изменяют мир, которые изменят мир. Потому что, когда Бог Всевышний обращает свое светлое лицо, ничто не останется прежним. Когда Бог свое радостное, любящее, улыбающееся лицо, в одном из переводов написано, и улыбнется нам. Да, и, ох, мы не можем оставаться прежними. Его улыбка, Его любовь, Его радость, это передается нам. И у нас, у детей Божьих, здоровое желание возникает, подражать Ему, как чадо возлюбленное. И мы это делаем, да. И в этом присутствии Бога благоставляю, пою эти слова великого благословения священников. Да благословит тебя Господь и сохранит тебя. Да призрит на тебя Господь светлым лицом своим и помилует тебя. Да обратит Господь лицо свое на тебя и даст тебе мир. Во имя Иисуса Христа. Аминь. Аминь, аминь. Да, друзья, христоцентричность, богоцентричность. И как в числах, да, когда люди из-за ропота, из-за греха, да, были поражаемы змеями, и в том числе сверхъестественными, да, серафами. Но удивительно, когда взирали на медного змея, то яд нейтрализовался, то губитель не мог ничего сделать. И вот сегодня, какие бы не были бы там укушенные христиане, какие не были бы там проблемы, какие бы змеи не кусали тело Христа, если мы взираем на Иисуса, если взираем на Господа нашего, то яд нейтрализуется. Это как бы вот спасение наше действительно в этом. И так далее, только лишь так мы можем пройти действительно доблестно, победоносно всю свою жизнь христианскую на сей земле, неся любовь Бога Отца, общение Духа Святаго свершая, в благодати Иисуса Христа пребывая всегда, всегда, всегда. Аминь. Мир вам, дети Божьи. Шалом. Шалом.